Черная и белая пара лебедей вернулись в Майдановский пруд. Холодные дни они коротали в питомнике подмосковного Чехова. Зимовку птицы перенесли благополучно. Профилактический осмотр это подтвердил. Лебедям уже сделали все необходимые прививки, и теперь они осваивают Майдановский пруд. Королевские птицы, так лебедей называют в Англии, завеличественный и своенравный характер. В этот раз самец белого лебедя был немного не в духе, наотрез отказался принимать водные процедуры. Только с третьей попытки белый лебедь все-таки спустился на воду. Видимо, сказался стресс от дальней дороги. Птицы зимовали в частном питомнике в Чехове. Перед зимовкой самка черного лебедя что-то очень себя плохо чувствовала. Боялись, что она вообще не переживет, отвезли поэтому туда. Но вот ее там прокололи, подняли этот, и вот, как видите, даже они активнее белых оказались. В прошлом году лебединой песни черной пары трагически оборвалась. Самку загрызла собака. Тогда специалисты водоканала, акураторы местного лебединого озера, рискнули и подобрали овдовевшему самцу новую подругу. Они вот в прошлом году воевали очень долго. Мы же тогда, когда самку собака загрызла, мы вот новую взяли, молоденькую, и они долго очень не этот. И вот как раз питомники, что они вместе находились, вот сейчас вы видите, они наконец-то, так сказать, вместе живут. Подружились, да. Сегодня черные и белые лебединые пары – живой символ Майдановского парка. Птицы так полюбились местным, что для некоторых даже придумали клички. Минор и мажор. Когда выпускали лебедей, и Алена Дмитриевна приехала и попросила, давайте придумаем имя. Как раз был фестиваль по поводу Чайковского, и тогда им дали название в связи с его музыкой. У черной пары пока нет имен, но свои предложения можно направить в администрацию округа. Мы давно уже пытаемся мотивировать наших жителей к тому, чтобы они участвовали в принятии решений, ну, я считаю, таких достопримечательностей нашего городского округа, поскольку это жители, которых любят все. Нельзя не любить лебедей в принципе, а уж родных наших, которые уже живут здесь не первый год. Брачный период у пернатых начнется через неделю. Каждой паре предстоит выбрать и занять свой домик. У смотрителей парка только одна просьба – не обижать и не кормить птиц хлебом. Этим грациозным пернатым требуется особый уход и особая диета. Валентина Мордовина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.